алоха друзья джамбо я в танзании все еще два дня назад спустился с вершины самой высокой африканской горы килиманджаро восхождение на эту гору у меня есть видео ролики на моем канале если вы их еще не видели то обязательно посмотрите можете перейти по ссылочке которая будет в комментарии и посмотреть наше восхождение на килиманджаро а сейчас у меня несколько дней отдыха до следующей группы и с моей подругой настей которую вы могли видеть в видеоролике про восхождение на эльбрус старый видеоролик вот тоже будет ссылочка в описании старая подруга старый видеоролик да в общем мы едем на сафари смотреть зверушек надеемся увидеть графов жирафа куба у бабы балу отдельно баба отдельно в общем поехали вот она наша машина на этой потрясающей тачке мы поедем на сафари смотреть зверушек кстати в переводе сухи или сафари означает путешествие поэтому поедем в короткое путешествие все присаживайтесь все поехали смотреть зверушек по пути национальный парк тарангири проезжаем кофейные плантации здесь танзании выращивают как арабику так и робусту но больше больше все таки арабика пользуется популярностью дорога до первого национального парка тарангири достаточно долгая ехать три часа едем по дороге по нормально асфальт такой хороший по пути проезжаем кофейные плантации проезжаем бегающих военных которых оказывается нельзя снимать вот проезжаем всякие гирюшки поселочки домики сделанные из глины и палок в прямом смысле этого слова это домики массаев масса это местное племя переное которые занимаются преимущественно кочевым скотоводством выращивают коров коз и шагов вот и шагов не на мясо чтобы таскали грузы вот ну и непосредственно самих массаев пасущих эти стада мы тоже периодически проезжаем сейчас если где-то еще увижу не уснул сделаем подсъемочек мы приехали к входу в национальный парк тарангири и пока наш гид и водитель эмануэль оформляет бумаги на въезд регистрируется так просто возле входа решили погулять и первое что мы здесь видим это вот такие вот слоновьи кости череп просто глины просто огромное просто очень большие также вот здесь черепа буйволов разложены и вообще на самом деле очень люблю всякие черепушки у меня свое время когда было место базирования висел череп лося были черепа оленей на ковыме возле кострища и черепьяка привезенной из тибета вот такие здесь просто огромные термитники так документы оформлены крыша поднята въезжаем в национальный парк тарангири встретили первую живность антилопа импала конечно надо говорить это голосом дроздова наверно помните король лев мультик там пумба вот они собственно говоря прототипы того самого пумбы из мультика борода оченьки два штучки один ушел встретили издалека стадо буйволов первые и списки из списка большой пятерки есть можно ставить галочку так как мы не охотники нам достаточно посмотреть и спикографировать просто огромный баубаб на нем мне кажется можно построить отличный домик на дереве кто тоже мечтает о домике на дереве как я ставьте лайк собственно говоря вот они слоны так сейчас наверно остановим остановимся да это мангуст вот они слоники вон вон еще мангусты смотри или сурикаты это не прямо прикольные вот он слон на суахили слон это будет тембо сюда собственно говоря в парк тарангири в основном то и приезжать чтобы посмотреть на больших слонов радость это сколько радость это сколько вообще а знаете почему она так радуется потому что она близко сейчас увидит свое любимое животное вот она самая с длинной шеей интересно если бы были живы динозавры то бы диплодогов тоже так обожал как жираф вот он красавец вот красивый какой действительно как цирковая лошадь походка здесь у нас целое стадо жирафов красавцы если мелкие взрослого хватает нас ну ты рада и получить копытом в лоб можно так как еще один представитель семейства рогатых копытных по-английски вот рыбак называется по-русски это антилопа называется не знаю надо пересмотреть наверное диалоги о животных или какой-нибудь bbc про африку ну любовь нам пока конечно встретить не довелось но зато увидели уже следы очередной термитник и что хочется сказать мне кажется что гауди вдохновлялся конечно термитниками сто процентов как встретились с местной братвой вот они бабуины дерзкие ребята кстати на машину сейчас не прыгают я вот первый раз когда приезжал прыгали на машину к нам на капот и братва вообще писюн вывалил и сидит нет отпустил чуть было не было вот было бы дичь так охота писать если честно но и наш гид и водитель не выпускать на улицу горит нельзя хищники звери все такое я очень подумал что пи ботал актуален не только в антарктиде но и в африканском сафари тоже что не она маленькая короче берем пи ботал следующий раз ну здравствуйте дорогой товарищ жираф и 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 водичка сок манговый кейк наверное бананы что-то еще кусочек жиреной курочки и вот такой ланч обалдеть все-таки мы его нашли это круто какая большая киса не хотел бы вот так с ним встретиться вне машины лёва лежит отдыхает в тени блин ващает на самом деле очень круто так вот рядом его видеть у нас новая пушечная встреча также после обеда здесь отдыхает львица но только не на земле как лёва а ради и грациозно красиво в тенечке машина едет здесь нельзя окей вот такие моменты я особо сильно женею что сострит волосы курс малыш вообще когда-то в общем со слонами у нас сегодня прям вообще пруха и здесь только много и очень близко подходят вот они красавцы там под деревом целое стадо красавец 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 все-таки красивые животные очень мне тоже нравится оказывается красавец вообще живет свои листья красавец красавец видишь он на одной стороне две ноги сразу передвигает да да точно прикольно кстати я не обратил внимание что-то у них какие-то игры мне очень интересно за ними наблюдать конечно я уже всегда стал этими жирафами в этом видео но не классные очень классные здесь у нас купание слонов происходит официально объявляю этот день днем слонов и жирафов просто пушка слонятки играется смотри прикольно так все так я понял короче что сейчас вот в полдень пока все хищники наелись и спят прячутся в теньке от солнца сейчас самая жара вот эти макаки повыскакивали на землю со своих деревьев и щиплют травку потому что в первой половине дня их не было а сейчас они нам везде попадаются ху отлично был денёчек в тарангири national park и они sorry yeah we're from tarangiri today it was perfect we saw the funds giraffes a lot of animals and lions also very close да вот возвращаясь а санта сани рафики пардон классный денек в тарангире мы заселились сейчас сейчас уже вечерок уже 6 вечера заселились в маньяра сирена отель отель четыре звезды я здесь жил 8 лет назад очень классное место есть бассейн вот такой вид я сейчас просто покажу какой вид отсюда вечером а завтра утром надеюсь покажу какой утром хотя мы завтра рано стартуем отсюда но тем не менее вот так вот такой кайфовый вид на маньяра лейк супер банда в общем все наш день сегодня закончен очень было круто мы увидели слонов жирафов львов очень близко буйволов в общем тройку из большой пятерки мы встретили достаточно близко вот и куча еще разных животных а завтра мы мчим национальный парк нгора нгора это кратер вулкана но это будет завтра и это будет в следующем видеоролике поэтому сегодня с вами прощаюсь всем спасибо за просмотр тепло земли ну и чтобы не пропустить следующее видео не забывайте подписываться звоните бренду в колокольчик и ставить лайки вам не трудно мне приятно все по классике все тепло земли пока